Просматривая фотографии времен Второй мировой войны вам наверняка приходилось видеть снимки, на которых были запечатлены танки с разорванным стволом пушки. При этом, сам ствол, становился похож на розочку. Явление это довольно редкое. Почему так происходило? Давайте попробуем разобраться. Самой распространенной причиной разрыва ствола пушки является попадание внутрь ствола инородных предметов. Сделать это гораздо проще, чем может показаться. Причиной засора ствола могут стать камни, ветки деревьев или комки обычной грязи. В условиях боя, в ствол пушки вполне может залететь, шальная пуля или осколок снаряда. Нередки были случаи, когда в результате ошибки механика водителя, танки стволом просто «втыкались» в землю. Происходило это при преодолении каких-либо препятствий, например, рва или бруствера. В любом случае результат один – выпущенный снаряд тормозится о преграду, а пороховые газы увеличивают внутреннее давление. В итоге, ствол либо раздувает, либо разрывает. В теории, перед каждым выстрелом заряжающий должен был проверить орудие на наличие инородных предметов. Но в суматохе боя это делалось не всегда. Советский писатель Николай Богданов в своей книге Иван Тигров, описал забавную историю, которая произошла во время Второй мировой войны. В ней рассказывалось, как деревенский мальчик вывел из строя немецкий танк «Тигр». Он угостил немецкий экипаж сметаной и пока те уплетали гостиниц, позабыв про бдительность насыпал в ствол танка песка. В результате чего, во время первого же выстрела ствол «Тигра» разорвало. Справедливости ради нужно отметить, что разрыв ствола орудия случается и на современных танках. Несмотря на все, ноу-хау, которые применяются на современной технике причины разрыва остаются все те же.